Добрый день! Сегодня мы поговорим о моделях представления данных. В принципе, что такое модель представления данных? Это то, как данные в базе данных хранятся, а также те способы, те методы, с помощью которых этими данными мы оперируем. То есть как-то выбираем, сохраняем, изменяем, фильтруем. В принципе, существует множество моделей представления данных. Но наибольшее распространение получили три. В принципе, это документ-ориентированная модель, реляционная модель и также модель на основе графов и баронов. Сегодня поговорим о документ-ориентированной модели. Документ-ориентированная модель – это наиболее простая и интуитивно понятная. У нас просто-напросто есть набор документов. Каждый документ имеет свой уникальный идентификатор, по которому мы можем этот документ найти. А также этот документ состоит из набора полей. Просто каких-то, да, то есть пар. Название, поле, значение. Название, поле, значение. Все достаточно просто. Так, что документ может содержать в себе ссылки на другие документы. Было, как бы, естественно, что первое коммерческое решение для хранения и обработки данных. Это была IBM-овская IMS, которая вышла в далеком 68-м году. Она, в принципе, обладала многими свойствами документ-ориентированной модели. Да, не полностью, но не совсем, не так, но очень похоже. Давайте посмотрим на картинку. Здесь мы видим ставший классическим пример с записью профиля в LinkedIn, где мы представляем CV пользователя. То есть у него есть какой-то идентификатор, у нас есть список каких-то полей, там description, title. То есть у нас есть список работ, где наш персонаж, собственно, работал в местах, где он обучался. Ну, достаточно просто. Видите, документы есть какие-то поля, которые хранятся прямо в нем, есть какие-то ссылки на внешние документы. Что мы можем сказать по поводу этого документа? Ну, во-первых, посмотрите, у нас все данные представлены в виде дерева. Соответственно, у нас отношение один к многим реализуется совершенно интуитивно понятно. Вот у нас, пожалуйста, идентификатор документа, а вот вся информация, которая к нему прилагается. Вот эта вот модель базы очень легко ложится на объектно-ориентированную модель. В принципе, это уже готовые представления наших объектов, которыми мы оперируем в программе. Вот, пожалуйста, у нас есть юзер, вот, пожалуйста, у нас есть CV, соответственно, работы как-то, да, какие-то поля. Очень легко происходит маппинг между объектом в программе и объектом в базе данных. Вот не все, не все модели вообще позволяют нам легко и непринужденно так делать. Как документ в базе хранится? Документ хранится очень просто. Обычно он хранится в виде джейсоновской строки. То есть просто пары название поля, значение поля, название поля, значение поля. Соответственно, эта строка, когда мы выбираем какой-то документ, она вычитывается полностью. Ну, хорошо, в MongoDB там бинарное представление, но все равно это строка. Когда мы вычитываем один документ, мы получаем сразу все поля, которые в нем есть, и, соответственно, мы сразу можем этот документ как-то представить. То есть это свойство называется локальностью, когда у нас все данные хранятся, касательно документа, хранятся в одном и том же месте. Какие плюсы у этого? Когда мы выбираем данные по документу, мы выбираем их все сразу. Современное оборудование, например, твердотельные диски, как раз работают очень хорошо и быстро с большими монолитными кусками данных, последовательными. Соответственно, мы очень быстро можем выбрать данные. Мы используем доступное нам оборудование, выжимаем из него по максимуму. Это здорово, это дешевле и проще и быстрее. Но, как и все вообще в нашем мире, как бы наши достоинства плавно перетекают в недостатки. У локальности есть недостатки. А, во-первых, когда нам нужно выбрать не весь документ, а только какой-то небольшой набор полей из этого документа, все равно мы вычитываем весь документ. Это, казалось бы, для выборки небольшого объема данных. Это может привести к тому, что мы потратим большое количество операций в отдел вывода. Второй момент. Допустим, нам нужно поменять какое-то одно мелкое поле. Мы все равно должны вычитать документ полностью. И мы, опять же, поменяли его. И мы должны сохранить документ полностью. Опять же, даже маленькая операция сохранения, изменения, может привести к тому, что было сделано большое количество операций ввода-вывода. Я сказал, могут привести. Я не сказал, что они обязательно приведут. Ребята, разработчики базы, конкретных имплементаций баз данных прекрасно знают о сильных и слабых сторонах модели, которые они используют. И, соответственно, они стараются сильные стороны как раз использовать по максимуму, а слабые стороны как-то нивелировать с помощью различных оптимизаций. Так что, в принципе, может быть, им приведет. Ну, естественно, надо уже смотреть на конкретную реализацию. Ребята, если они какую-то оптимизацию сделали, они обязательно об этом похвастаются в пресс-релизе. Тут гадалки не ходили. Давайте посмотрим на картинку. Вот посмотрим на поле title. Ну, там, должность, например. В принципе, у нас есть два пути, как мы можем хранить title. Мы можем хранить его просто в каждом документе, как обычное текстовое поле, либо можем хранить ссылку на другой документ. В принципе, подход, когда мы ссылаемся на другой документ, чем он хорош? Во-первых, если мы просто... У нас какая-то строка, и пользователь ее вводит, запросто может возникнуть ситуацию, когда он там написал с ошибкой или какая-то опечатка произошла. Соответственно, если мы начнем искать по этому полю, то мы выберем только грамотных, а не всех. Также вот способ, когда мы храним данные в другом документе, позволяет нам легко изменять это значение. То есть нам не нужно смотреть все документы, где есть это поле, и его конкретно менять. Нет, мы поменяли в одном месте, и у всех оно поменялось. Легко делать интернационализацию. То есть в этом документе внешнем может быть у нас несколько значений для разных поддерживаемых языков. Легко и просто. Когда у нас просто текстовое поле, с этим возникают серьезные проблемы. Опять же, просто экономим место. Вообще, идея хранить данные только в одном месте, это называется вообще нормализация. И она, как мы видим, дает нам много плюшек. Мы легко меняем, мы не храним данные в большем количестве мест, чем это нужно, и у нас есть контроль над правильностью этих данных. В общем, хорошо. Для этого есть, к сожалению, опять же, есть плюсы, а есть недостатки. Какие у нас тут недостатки? Ну, это нарушение локальности. Теперь уже, когда мы выбрали документ, мы имеем не всю информацию, необходимую для того, чтобы его отобразить. Нам нужно еще взять еще один документ, на который есть ссылка, и уже взять информацию оттуда. В принципе, в случае с тайтлами тут это не проблема. Их, как правило, мало. Нам ничто не мешает взять, вычитать их все и хранить их где-нибудь там в словаре. И, соответственно, каждый раз, когда у нас есть идентификатор тайтла, мы просто берем данные, которые у нас уже есть в памяти программы, и представляем пользователю. Не проблема. Но теперь давайте посмотрим, опять же, например, у нас тут есть организации, в которых мы работали. Этот, скажем так, объект, который описывает организацию, сам по себе довольно-таки может быть большим. И этих документов, которые описывают организации, может быть очень много. Настолько много, что мы уже не можем загрузить их все в память. Соответственно, нашей программе придется, когда мы учитываем резюме, каждую информацию о каждом месте работы вычитывать, соответственно, тоже из базы данных. То есть один запрос к CV приводит к серии запросов к базе данных. Это плохо. Почему это плохо? Ну, потому что, как правило, один запрос выполняется быстрее, чем серия разных запросов. Мы там можем попасть в очередь. У нас есть 10 запросов, 9 отработали быстро, 10 отрабатывать медленно. В сумме мы все равно запрос отрабатывается медленно. Может быть, кстати, ситуация такая, что на некоторых данных, то есть у людей, у которых места работы было мало, запрос выполняется в основном быстро, но у некоторых пассажиров очень медленно. Соответственно, мы попадаем в ситуацию, когда у нас появляются подлаги. Какие-то данные достаются быстро, какие данные достаются медленно. Это плохо. Нам желательно этого избегать. Давайте сделаем небольшой вывод. С одной стороны, данная модель позволяет нам быстро выбирать какие-то данные за счет локальности, но в случае, если мы решили наши данные нормализовать, и у нас есть связи на другие документы, тут у нас могут начаться проблемы, потому что нам придется, как правило, делать несколько запросов для того, чтобы выбрать информацию, которая нас может интересовать. Интересный момент, который хотелось бы отметить, это то, что у нас нет никакой схемы вообще хранения данных. Естественно, программа, которая выбирает документы, предполагает, что там есть какая-то структура, но сама база данных по этому поводу совершенно не парится. Да, она просто предоставляет набор значений и нам набор названия полей и значений. Это классно на самом деле. Почему? Потому что теперь в этой схеме мы можем хранить документы разных версий. В каких-то документах какие-то поля будут, в каких-то документах полей не будет. То есть мы можем менять структуру документа, совершенно не парясь о том, что нам нужно поменять все документы. У нас, может быть, хранятся документы разных версий. Главное, чтобы наше ПО могло их как-то различать. Но сама база у нас никак не ограничивает в том, как мы работаем со структурой документа. Это очень удобно, когда мы что-то расширяем, что-то изменяем. Нам не нужно проводить миграцию всех документов, которые у нас есть. Еще хотелось бы рассказать о таком интересном способе работы с данными, как MapReduce. Это такое слово, которое пришло к нам из функциональных языков программирования. Ребятам, которые пишут на них, оно знакомо. Для остальных я постараюсь объяснить, что это такое. Во-первых, мы определяем фильтр, по которому мы выбираем набор документов, с которыми мы хотим работать. Потом мы определяем функцию Map, в некоторых источниках она называется Collect, которая применяется к каждому документу один раз. И на основе содержимого этого документа она возвращает пару ключ-значение. Также мы определяем еще одну функцию, которая называется Reduce или Fold, по-русски свертка, которая принимает к себе на вход пары ключ и список всех значений, которые предоставила нам, собственно говоря, предыдущая функция Map для этого ключа. Звучит мутно, да? Но это сделано не просто так. Дело в том, что, понятно, в этой паре основную работу будет выполнять функция Map, которая применяется к каждому документу. И вся прелесть заключается в том, что для выполнения своей работы она никак не зависит от результатов выполнения этой функции на других документах. Соответственно, мы можем параллельно запустить несколько потоков, и каждый из которых будет обрабатывать документы, друг другу совершенно не мешая. Более того, мы можем запустить эту обработку на нескольких серверах даже. В этом случае у нас эти сервера будут называться WorkerNode. Потом, конечно, да, данные, которые сделала у нас функция Map, она переходит к функции Reduce. И тут уже в случае, когда у нас несколько компов, это у нас называется MasterNode, да, либо основной поток, и там она уже работает с агрегированными данными, она собирает вместе. Тут она уже работает в одном потоке. Но основная работа уже была сделана, и она была сделана распараллеленно. То есть мы на уровне модели данных описываем вообще способ, как легко распараллелить наши процессы. Это круто. Поверьте, это круто. Естественно, такую возможность предоставляют все основные реализации баз данных, которые работают на документоориентированной модели. Это MongoDB позволяет обписать на JS, есть эти функции, CouchDB, там, это Erlang, Hadoop позволяет их писать на Java, в кармелице. Давайте подведем общий итог, что такое документоориентированная модель. Локальность. То есть мы легко вычитываем документы. То есть скорость вычетки у нас вне конкуренции. Многопоточность. Мы можем прямо, явно сказать, как обрабатывать наши запросы несколько потоков. Это круто. Маппинг вообще не паримся. Один к одному вообще беспроблемно. В чем беда? Если у нас появляется нормализация, то есть отношение многие к одному, отношение многие к многим, беда. Тут это приводит просто к увеличению запросов к базе данных. Да, некоторые базы нам дают ограниченные возможности делать джойны. Но не все. И все равно как бы они просто прячут сложность от нас под капотом. То есть, опять же, если нам нужно взять небольшой набор полей из документов, у нас появляется оверхед, когда нам все равно надо в основном эти документы вычитывать полностью. Не у всех, но как правило. Собственно говоря, на этом, пожалуй, все. Ну, в следующем выпуске поговорим о реализационной модели. Спасибо. До свидания.